Медики, спасатели, пожарные и дорожные полицейские Ухты отрабатывали порядок спасения людей в случае массового дорожного транспортного происшествия. Согласно легенде учений, на скользкой дороге столкнулись пассажирский автобус, снегоуборочная техника и легковой автомобиль. Условных пострадавших нужно вызволить из легковушки. В салоне автобуса также есть раненые. И при всем этом загорелся бензин, вытекший из топливного бака. Как справились ухтинские экстренные службы со своими задачами, расскажет Роман Кирпа. На дорогах Ухты гололед. Водитель пассажирского автобуса не справляется с управлением и влетает в дорожную машину. Водитель легковушки позади не успевает среагировать и врезается в автобус. Люди в легковом авто без сознания. Сразу 10 пассажиров автобуса получили травмы. Но и это еще не все. У легковушки пробит топливный бак. Бензин вспыхивает. Первыми к месту условного массового ДТП прибывают пожарные. Огнеборцы разматывают рукава, гасят пламя. В это время приезжают медики скорой помощи. За ними спасатели и дорожные полицейские. Фельдшеры и спасатели осматривают пострадавших в автобусе, определяют, какие травмы получили условные участники ДТП. В развернутом пункте помощи пострадавшим оказывают первую медицинскую помощь. Самых тяжелых пациентов госпитализируют. При этом медикам нужно действовать и аккуратно, и быстро. Есть такое правило золотого часа. В течение этого золотого часа пациент должен быть стабилизирован, госпитализирован. При условии большого количества пострадавших и малого количества медицинских работников это затруднительно. Поэтому, прежде всего, медицинская сортировка должна проводиться на месте. Это самый ответственный момент, скажем так. Пока тяжелораненых жертв аварии доставляют в карету скорой, специалисты МЧС вызволяют зажатых водителя и пассажира легковой машины. Сначала нужно вытащить аккумулятор, затем срезать боковые двери и крышу авто с помощью гидравлического инструмента. Готово. Теперь участников условной аварии, которые были в легковом авто, можно уложить на носилки и передать медикам. В это же время экипаж дорожной полиции начинает разбираться в причинах дорожного происшествия. Не дает образоваться на дороге затору. У каждого сотрудника экстренных служб есть свои, четко обозначенные задачи. Службы прибывают РСЧС, взаимодействующие в большом количестве, ввиду большого количества пострадавших. То есть, соответственно, это организация дорожного движения, то есть, это организация пунктов обогрева, питания для людей, соответственно, оказание помощи пострадавшим, то есть, вынос с автобуса, деблокация с пожарного автобуса, с легкового автомобиля, тушение также. Тяжело в учении, легко в бою. В бою с последствиями происшествий, от которых не застрахован никто. И специалисты экстренных служб Ухты доказали, с наступлением зимней непогоды они готовы прийти на помощь и сражаться за жизни попавших в беду горожан. Роман Кирпа, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова